И снова всем привет! Сегодня я вам показываю предпоследние два товара, заказанные на сайте Алиэкспресс. Первое, это у нас с вами вот в таком вот пакетике. Посмотрим, что пришло. Я в принципе догадываюсь, что, но давайте посмотрим. И что же у нас там? Это дорогие мои шнурочки со светоотражающим эффектом. Давно я им стала, здесь больше ничего нет. Вот такие вот шнурки для обуви. Единственное, что я сейчас смотрю и понимаю, что они достаточно такие широковатые. Вот, ну давайте посмотрим. Так, давайте, наверное, вскроем с этой стороны. В принципе, сейчас очень модные вообще светоотражатели на любых изделиях, на футболках, на каких-либо изделиях, на жилетках, на шляпках, на кепках. В общем, на часах. В общем, везде, везде, везде. Очень популярный стал данный товар. И давайте посмотрим. Что хочу сразу сказать. Шнурочки сами по себе, конечно, достаточно плотные. То есть, они не мягкие. Видите, да, что они очень достаточно долго так сгибаются. Вот, но, в принципе, это за счет материала. Вот. Я пока ничего про них сказать не могу. Надо будет их протестировать. Шнурки очень длиннющие. Честно говоря, не совсем понимаю, куда такого размера нужны будут шнурки. То есть, это очень длинные. Смотрите, это вот вообще в два раза сложить, и то они будут очень длинные. Но посмотрим. Я взяла синего цвета и, соответственно, такого же плана черного цвета с серой вставкой отражателя. Давайте посмотрим, опять же, что у нас тут с вами. Сложено все достаточно аккуратно. Ну, по длине они такие же, как и синие. Вот такого вот плана. В принципе, шнурки неплохие. Не могу пока ничего сказать, насколько они будут эффективно отражать, да, светоотражать. Но, надеюсь, что сегодня вечером я их протестирую. Вот. Ну, давайте посмотрим вторую посылку. Вторая посылка как раз-таки вот с данными шнурками будет идеально гармонировать, потому что здесь, в этом пакете, мне пришли клейки-ленты светоотражающие для велосипеда. Я их заказывала официально. Ну, давайте посмотрим. Так. Их должно быть здесь три штуки. И давайте посмотрим. Да, три штучки здесь есть. В пакете больше ничего не вложено. И давайте посмотрим. Вот такие вот светоотражающие клейки-ленты. Написано компания Carbon Courage. Вот, вот в таком вот варианте. Ну, давайте раскроем. В принципе, размер, к сожалению, не смогу сейчас вам подсказать. Но, что касается ширины, то есть основой изделия, достаточно широкая лента. Вот таким вот образом она скреплена. Она пахнет такой полирезиной. Ну, и даже вот здесь чувствуется некая липкость. Вот такой вот цвет. Он, вы видите, да? Такой вот, как чешуйчатая, рифленая. Поверхность у него. И, ну, в принципе, есть, конечно, небольшие. Я вот вижу. Вы, наверное, вряд ли увидите. Здесь есть вздутие от самой клейкой ленты. То есть, скорее всего, это неправильная эксплуатация. Но, в принципе, это не так страшно. Так как я сегодня собираюсь обклеить свой велосипед, то, в общем-то, вполне нормально. Единственное, что здесь не совсем понятно. Если вы видите, здесь есть... Сейчас попытаюсь вам показать, если камера сможет передать. Здесь есть некие полосы. Нет, камера не передает. Слишком засвечено. Здесь вот где-то видно было. Видно полосы, да? То есть, не совсем понятно, это так и должно быть. Или этого есть возможность порезать их вот еще тоньше. То есть, некая такая вот траектория, по которой можно сделать надрезы. Вот, ну, собственно, последнее из трех это вот в таком вот варианте. Очень мне нравится. Особенно, когда ты трогаешь вот этот вот материал, он очень так красивенько, как 3D-шечка, передается. Ну, собственно, вот такие вот ленты, клейки, светоотражающие. Напоминаю, что это светоотражающие ленты, которым я собираюсь украсить свой велосипед. И обязательно вам покажу, как я это делаю. Конечно, я планирую наклеить и на обод, и на сам велосипед. Вот такие вот покупки с китайского сайта Алиэкспресс в тренде. Это светоотражающие элементы и шнурочки. Вот, надеюсь, что действительно эффект будет. Не знаю, насколько он будет долгоиграющим в условиях смены погоды, но надеюсь, что мне повезет. Ну что ж, всем отличных выходных, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok